Угонял велосипеды и продавал их, выставляя объявления в интернете. В Омске задержали подозреваемого в серии краж двухколесных, когда он ехал на свежеворованном транспортном средстве. Интересно, что действовал злоумышленник в одном и том же месте, в микрорайоне Старгород. Далее подробности. Это была последняя кража мужчины. По версии полиции, его добычей становились дорогостоящие велосипеды. Их беспечные владельцы оставляли в подъездах многоквартирных домов. Местом крепления тросиков обычно является рама велосипеда. Тросиком закрепляется сначала рама велосипеда, после чего застегивают тросик на место, где стоит велосипед. Обычно это является труба, либо какое-то приспособление. Вот данные тросики и злоумышленники у нас и перекусывают металлическими щипцами. От действий похитителя велосипедов, по данным полиции, пострадали четверо. К материалам приобщились записи с камер наблюдения. Приметы подозреваемого передали во все отделы и экипажи наружных служб. Через несколько дней курсанты Омской академии МВД, которые как раз проходили практику, обратили внимание на мужчину. Схожего по приметам с разыскиваемым его задержали. – Куда сбывали велосипеды? – Через Авито. И, так скажем, покупать или просто покупать, который покупал велосипеды. Я не говорю, что они крадены. Сбывал, ну, два Ави. – За какую стоимость продавали? – За 10, за 12 тысяч. – Почему именно старый город выбрали? – Потому что я лет пять назад там подрабатывал и просто знал, что там есть. При реальной стоимости 30-35 тысяч рублей подозреваемый в краже продавал велосипеды в 3-5 раз дешевле. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцам. Похитителю двухколесных грозит реальный срок – до двух лет колонии. Продолжение следует...